друзья мои хорошие всем привет с вами елена и вы на канале мой сад моя гордость сегодня я хотела вам друзья показать свои результаты сходов болгарского перца сладкого и сходы баклажанов вот друзья и хотела бы рассказать что я вообще делаю то есть и как я за ними буду в дальнейшем ухаживать друзья после всходов давайте посмотрим вот перчик мой вот так вот он у меня взошел вот посмотрите вот такое вот он у меня уже на сегодняшний день где-то вот еще только-только начинает вот вылазить видите петелечки вот еще конечно не весь взошел но вот уже как видите уже проклевываются и на днях уже я думаю что весь взойдет сияла я его 2 числа 2 февраля вы помните этот ролик да и вот на сегодняшний день стоит он у меня на окне на окне южная сторона окна вот чтобы не попадали солнечные лучи сразу чтобы не было ожогов друзья я подставляю просто вот беру у катюшки альбомные листы и подставляю его к окошечку чтобы не было прямых вот таких солнечных лучей но это буквально на несколько дней друзья вот так только у нас наш перчик зазеленеет можно уже твердо и уверенно убирать эти вот бумажки вот эти листочки можно также если их нет у вас листочков можно просто там газеткой какой-то ему достаточно будет света пока пока вот он только вылазит ну вот ну я думаю что вот пленку я уже сегодня одевать не буду не буду уже одевать пленку потому что как вы знаете да собирается конденсат вот но если у вас еще перчик недостаточно как говорится вот такой же да пленочку обязательно нужно переворачивать чтобы вот этот конденсат не прилегал не прикасной ну то есть не прикасался нашего перчика друзья иначе он может просто загнить вот вот такой вот перчик у меня что у нас баклажанами баклажаны я сеяла попозже друзья мои вот ну вот я смотрю тоже он у меня пробивается пленку я еще конечно буду еще одевать вот видите да вот они уже проклевываются где-то вот только-только начинают петелечки свои показывать но я думаю что тоже вот пару денечков и все трава вот смотрю уже у нас вылезла но трава это хорошо трава это значит земля достаточно хорошая где растет травка вот так что вот такие вот у нас баклажаны ну думаю что вот еще немножко но пленку я конечно буду еще одевать одевать еще но ну наверное еще дня 4 5 я точно будет у меня баклажаны под пленочкой находиться как я вам уже сказала да пленочку переворачивайте обязательно давайте проветривать раз в день хотя бы пару часов давайте чтобы ваша земля все-таки дышала я имею ввиду что вот баклажаны где перчики сидят чтобы земля дышала если вы не будете снимать пленку земля может просто заплесневеть пойти плесенью то есть это не есть хорошо друзья ну вот как я готовила свою почву да я вам уже говорила рассказывала вот когда я сажала перчики что я готовлю почву заранее осенью да все сразу перемешиваю вот так подкармливать сейчас я пока ничем не буду ни перцы ни баклажаны потому что не надо чтобы они сейчас так быстро шли в рост потому что еще достаточно времени у нас до до посадки и они начнут просто переть как у нас говорится как дыдлы начнут расти вытягиваться нам этого сейчас не надо вот маленько погодя когда уже будет где-то по пятому листочку по шестому тогда уже можно чуть-чуть начинать подкармливать но пока подкармливать я не собираюсь и пока достаточно питания в земле да там у нас и перегной есть и все и этого достаточно друзья мои ну вот показала я вам свои перчики баклажанчики какие они у меня на сегодняшний день сегодня 16 февраля вот такие вот у меня хорошие перчики и баклажанчики вот друзья всем хорошего настроения задавайте вопросы если у вас есть какие-то вопросы задавайте я всегда на них отвечу друзья мои хороших вам сходов хороших урожаев хороших посевов вам и друзья до новых встреч мои хорошие пока пока